Здравствуйте, это программа нефти и ее ведущая Ужас поедельдинов. По-прежнему сидим дома, остаемся и соблюдаем правила, которые предписаны, но при этом продолжаем следить за тем, что происходит на нефтяных рынках, объясняем это простыми словами, даем пищу и повод, так скажем, для того, чтобы проанализировать эту ситуацию, посмотреть на нее с разных сторон и в таком формате мы выходим уже с момента, как ввели режим чрезвычайного положения. Ну давайте начнем с сегодняшних новостей, которые были утром, которые были на выходных. Во-первых, конечно же, это заявление Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов, о том, что они собираются ввести импортные пошлины на нефть, которая поступает к ним из-за границы, потому что это слишком дешевые цены, по которым они продают. То есть, звучит немного парадоксально, да, все знают, что Соединенные Штаты потребляют много нефти, и вот сейчас они планируют ввести пошлины, чтобы обложить налогами, так скажем, пошлинами, сборами вот нефть, которая к ним поступает из-за границы. Тут нужно пояснить, потребление Соединенных Штатов примерно, ну, до кризисной, скажем тогда, уровни, это примерно 20 миллионов баррелей в сутки. Около 10 миллионов баррелей в сутки они добывают сами на территории Соединенных Штатов, там, Мексиканский залив, Техас, основные регионы нефтедобычи, и порядка 10 миллионов к ним поступает из-за импортной поставки. Ну, часть к ним поступает из Латинской Америки, из стран, часть к ним поступает из стран Персидского залива, ну, и там некоторые другие поставки есть в меньших объемах. Что говорит Дональд Трамп? Он говорит, что вот на вот эту импортную нефть, которая сейчас стоит очень-очень дешево, и она мешает развитию американских компаний, в том числе сланцевиков, они собираются ввести импортные пошлины. Это сигнал для рынка о том, что Соединенные Штаты, несмотря на то, что они в целом, как потребители, заинтересованы в низких ценах, но они все-таки в первую очередь думают о своих производителях. Тут, как говорится, своя рубашка ближе к телу, да, то есть они стараются защитить своих производителей нефти, не допустить их в банкротство, опять-таки это рабочие места и так далее. Ну, для сопоставления Казахстан добывает меньше 2 миллионов баррелей в сутки, да, и Соединенные Штаты добывают в 5 раз больше. Естественно, там в 5 раз больше будет различных рабочих мест, различного инженерного состава, инфраструктуры и так далее. То есть это такой достаточно серьезный удар, тем более, я думаю, все знают, что политики Соединенных Штатов, они всегда представляют такое некое нефтяное лобби, ну, начиная от того, что они напрямую владели или руководили компаниями, до того, что, может быть, они юридически не аффилированы, но всегда выступают на стороне нефтяников. Ну, достаточно вспомнить, что там семейство Буши, например, они всегда были и считались нефтяниками, там из Техаса и так далее. Например, там при Дональде Трампе был госсекретарь, сейчас там другой, но прежний госсекретарь, он руководил ExxonMobil. ExxonMobil – это такая крупнейшая частная корпорация в мире, они добывают порядка 5 миллионов баррелей в сутки по всему миру, они в том числе есть и в Казахстане. Ну, в основном это американская компания. Ну, то есть Дональд Трамп здесь выступает на стороне своих производителей нефти, он стремится и старается их защитить. Ну и при этом, вновь там подчеркнут, да, что Россия, Саввудская Аравия и другие производители должны договориться о снижении объемов добычи. Теперь вторая новость о том, что на 9 апреля перенесли заседание ОПЕК. 9 апреля – это, если что, четверг. Ну, если кто-то вдруг запутался в днях недели, да, это четверг, это там через 3 дня. Почему перенесли? Но хотят выработать какие-то позиции. Видимо, еще идут переговоры. Не готовы страны к каким-то таким решительным действиям, хотя сейчас рынки как раз-таки от них этого и ждут. И вопрос в том, сумеют ли они договориться в целом. Большой вопрос. Сейчас вот поступают данные, что еще 3 страны – это Бразилия, Канада и какая-то третья еще страна – они готовы к тому, чтобы присоединиться к этому соглашению ОПЕК+. То есть география, так скажем, да, и состав этого соглашения, участников этого соглашения, он будет расширен. Но я напомню, что Казахстан тоже присоединился. Правда, некоторое время там эти квоты не выполнял и наращивал долгучи. Ну, там порядка 20-40 тысяч баррелей в сутки был не такой большой объем, но все же. Так вот, страны собираются обсудить, но здесь, конечно же, большой вопрос. Вот звучат мнения о том, что без Соединенных Штатов это соглашение не имеет никакого смысла. Здесь тоже нужно пояснить, опять-таки у нас фокус внимания будет на Северной Америке, да, есть разные страны и есть разные формы управления нефтяной отраслью. Ну, к примеру, в Казахстане, несмотря на то, что у нас есть национальная компания «Казмной газ», она контролирует всего лишь 26% нефтедобычи в Казахстане и 15% добычи газа. Это очень мало. Почему у нас иногда сравнивают со странами Ближнего Востока и говорят, вот как они там живут и вот как мы живем. Но у нас вот «Казмной газ», с другой стороны, не управляет отраслью и не контролирует долгучу нефти в таком объеме, как на Ближнем Востоке. К примеру, в Саудовской Аравии или в Объединенных Арабских Эмиратах контроль, государственный контроль нефтедобычи в виде присутствия самой национальной компании, да, он составляет там порядка 90%, то есть они и добывают больше и контролируют гораздо больше нефтедобычи в своих странах. Из-за этого, или, например, та же самая Россия, да, в России там действительно есть частные корпорации, но большинство и большая дальность контроля, она сосредоточена в руках государственной компании «Роснефть», ну и, в принципе, остальные нефтяные компании, они так или иначе там будут выполнять условия, которые, например, им скажет правительство, да. В Казахстане такой возможности нет, я подчеркну, потому что у Казмонайгаза, опять-таки, небольшая доля влияния, во-первых, и контроля, да, во-вторых, есть большое количество частных компаний, ну и, в-третьих, наша основная добыча – это то, что добывается по соглашениям о разделе продукции или там стабилизированные контракты, их еще называют, это Тингискар, Чаганак и Кашаган, они в совокупности дают, там, ну, большую часть добычи нефти в Казахстане, и Казахстан влиять на иностранные консорции мы не можем, мы не можем прийти и сказать к ним, давайте снизьте добычу, там, допустим, на столько-то тысяч баррелей в сутки, и потому что вот мы так решили. Они это не сделают, и мы это не можем им говорить. С другой стороны, например, в тех же странах Персидского залива, в Российской Федерации или во многих странах ОПЕК, у них высок уровень государственного контроля отраслью, и они, в принципе, способны на снижение вот этой нефтяной добычи, и вот здесь складывается такая небольшая такая ситуация, да, спорная, потому что когда говорят, что вот Соединенные Штаты должны присоединиться, да, но Соединенные Штаты или там администрация Дональда Трампа или какими-то там другими методами, да, они не могут сказать нефтяным компаниям частным снисти добычу. Они это не смогут сделать, во-первых. Во-вторых, и сами частные нефтяные компании, они, возможно, на это и не пойдут, потому что, ну, для чего и зачем им нужно это делать, зачем они должны выполнять какие-то поручения, тем более всем понятно, что частному бизнесу никто не может приказывать, несмотря на какие-то режимы там из того же самого коронавируса и так далее, то есть они не пойдут на это. И даже если они там как-то символично обозначат, что да, мы там, допустим, приветствуем, согласны, мы присоединяемся к тому, что вот коронавирус, такая вот ситуация в мире, мы готовы снизить на какой-то уровень, да, там, да, но в любом случае это будет, скажем так, вилами на воде, потому что там сегодня они могут снизить, завтра они увидят, что цены подросли и свою добычу начнут наращивать. Еще один фактор, который я подчеркнул, возможно, о нем так не задумывается, но опять-таки его нужно иметь в виду, да. Соединенные Штаты, это там тоже, у них основная часть нефтедобычи контролирует крупные нефтяные корпорации, такие же, те же самые там, Эксен, Шеврон и так далее. И когда подразумеваем, что в мире должна сократиться добыча, посудите вот с точки зрения американских нефтяных компаний, да, и, например, там, администрации президента Дональда Трампа, да, а почему они должны это делать в Соединенных Штатах? То есть у них же портфель глобальный, он же практически все нефтедобывающие страны охватывает, они могут сказать, что да, действительно, мы присоединяемся, но мы снизим эту добычу не в Соединенных Штатах, а, например, вот где-нибудь там в Африке, где мы добываем нефть, вот там мы понизим на какой-то уровень. И в итоге Соединенные Штаты здесь выиграют два раза, да, потому что, во-первых, они выиграют от того, что они не сократили свою нефтяную добычу, и, во-вторых, они выиграют от того, что цены на нефть подросли. Вот такой фактор нужно иметь в виду. Сейчас, кстати, цены торгуются в районе, там, 30-32 доллара за баррель. Прогнозируют, что вот они должны, если вот все меры будут приняты, рынки воспримут хорошо это все, если вот увидят, что вот это все действует, ну, прогнозируют, что в районе 40 долларов за баррель стабилизируются цены. Это, конечно, хороший уровень для Казахстана, для нефтедобывающих государств, особенно с учетом того, что были череда, так скажем, девальвации национальных валют в нефтедобывающих странах. Это, в принципе, приемлемый уровень, при котором можно развиваться. Другой вопрос, если страны ОПЕК и соглашение ОПЕК+, оно не будет достигнуто, они не договорятся, вот тогда, конечно, большие вопросы к тому, как будет эта ситуация развиваться в дальнейшем, потому что, ну, очень много таких вопросов пограничных, скажем так. Сегодня и вот, в принципе, прошлой неделю пока серьезные аналитики, которые охватывало бы там год к году или там месяц к месяцу, к период к периоду, по инвестициям в нефтедобывающий сектор пока еще не опубликовано. Она обычно идет с задержкой, там, ну, 3-4 месяца иногда бывает. То есть, чтобы посмотреть данные за февраль и март, это где-то там в июне они будут опубликованы, данные глобальные. Но вот то, что по отрывочным таким сообщениям видно и по прогнозам, порядка там 25-30% должны снизиться мировые инвестиции в геологоразведку, в новые проекты, в добывающие проекты. Это, конечно же, плохо, потому что рано или поздно этот вирус закончится, мировая экономика рано или поздно также восстановится, восстановится и, ну, вы видите, какие в Соединенных Штатах и в Европейском Союзе принимаются серьезные программы помощи, да, это там и выплата населению, и поддержка бизнесу, и вливание на финансовый сектор, в финансовый сектор фондовые рынки. И, естественно, вот эти цены, они все так или иначе, вот эти суммы, они так или иначе нефтяные цены подтолкнут вверх через какое-то время, но мировая нефтедобыча, она не будет готова к тому, чтобы вот этот спрос растущий, да, его удовлетворить. То есть для нас, как нефтедобывающей страны, для Казахстана это вполне хорошо. То есть это говорит о том, что в мире в целом снижаются инвестиции вот в эту отрасль, а это значит, что через какое-то время будет обратная ситуация. Не когда добычи больше, чем потребление спроса, а наоборот, когда спрос и потребление, они превышают добычу. Это, в принципе, хорошо. С другой стороны, для нас это тоже плохо, потому что, как мы вот слышали, сейчас на крупных проектах приостанавливают планы, возможно, там будет перенос сроков по некоторым крупным проектам, это в плане вот инвестиций, капитального ремонта и так далее. Не буду называть, кто именно это планирует, потому что это, наверное, такая пока неофициальная информация, но это в целом, конечно же, тоже не будет хорошо для нашей экономики. Это означает, что рабочие места будут сокращаться, потому что вот планы пересмотрели. Это означает, что вот приток прямых портфельных инвестиций, прямых или портфельных инвестиций в республику Казахстана будет снижаться, что тоже достаточно плохо. И вот такая ситуация, она тоже двоякая. Вроде бы и хорошо для нас, как нефтедобывающей страны, но вот плохо, что вот эта вся глобальная штука, она и нас тоже касается. Вот такое тоже нужно иметь в виду, что вот эта спираль, ее как ее называют, нефтяных цен, низких нефтяных цен, она сжимается и заставляет сжиматься нефтяные компании в плане своих проектов новых, там тех же самых инноваций и так далее. Но с другой стороны, вот когда эта спираль разожмется, да, пружина разожмется, то вот большой вопрос, успеет ли производство, успеет ли нефтедобывающая компания вот за тем, чтобы удовлетворить вот этот растущий спрос. Ну, естественно, это может грозить вот такими дисбалансами в мировой экономике. Вы, может быть, помните, да, там 7, 8, 9 годы, когда цены на нефть там достигали 147 долларов за баррель, бренд, да, по бренду, это была такая цена, а потом через полгода они скатились до уровня там 32 доллара за баррель. То есть они упали там почти в 5 раз, со 147 до 32, и вот это продолжалось там в течение полугода. Потом они там через полгода чуть-чуть подросли, но вот к этому уровню, конечно, 147 больше никогда нефть не приближалась, вот тоже не очень было понятно на основании чего этот был рост, тоже был спекулятивный, много таких различных там теорий было. Но вот в любом случае, то есть вот такие качели, когда низкие цены или слишком высокие цены, они в целом никому не выгодны. Ну, высокие цены, вы знаете, да, там всегда шутят, вот вырастут цены, все, не нужно там заниматься никакими больше делами, есть нефть, давайте вот ее качать. И это касается всех стран, в принципе. Когда низкие цены, все начинают говорить, ну, слушайте, нужно же заниматься диверсификацией экономики, развивать новые производства, вот почему мы это все не делали? Ну, потому что высокие цены на нефть были, они вот всех расслабили. Теперь, когда говорят о том, что вот несколько компаний, слонцевиков в Соединенных Штатах впадали на банкротство, у них эта процедура достаточно такая оптимизированная, это не значит, что они закроются, это не значит, что они приостановят процедуру, у них она даже называется там защита от банкротства, по-моему, как-то так, процедура это называется. Это означает, что их финансовое положение, естественно, ухудшилось, но это не означает, что они сейчас снизили добычу, и там в мире наступил там всеобщий там одобрямс до того, что вот там банкротится компания. Нет, нефтяные компании не банкротятся, по одной простой причине, что у многих нефтяных компаний себестоимость добычи, она не такая высокая. Вот в предыдущих выпусках мы приводили данные о том, какая есть средняя себестоимость добычи, это операционные расходы и капитальные затраты, ну, амортизации, скажем так, да. Ну, в России это порядка 7-10 долларов за баррель для нефтяных компаний. При этом с учетом того, что у них рубль девальвировался, там этот показатель будет даже чуть меньше, потому что часть расходов они несут в национальной валюте. Ну, те же самые заработные платы, какие-то комплектующие и так далее. Что вот есть интересного? Вот сейчас возрос спрос и выросла стоимость различных нефтяных страховок и различных производных финансовых инструментов. Что это означает? Вот если бы мы с вами добывали нефть, допустим, мы конкретно с вами, да, я бы вам предложил, что, да, мы можем продавать нефть, мы можем продавать ее сами, мы можем продавать ее через трейдеров, которые там владеют, да, вот, допустим, какими-то оборотными средствами, могут нас авансировать и так далее. А есть еще такой вид страхования от низких цен в виде там хеджирования цен. То есть, допустим, мы можем купить у какой-нибудь там финансовой компании страховку на случай того, что цены будут низкими. И, допустим, мы с вами в декабре, когда были достаточно высокие цены, они были хорошие, ну, декабрь, январь, в январе там 75 долларов за баррель была цена. Представьте, хорошие времена, да, были. Снег только, правда, был в Казахстане, но неплохо все было. И вот в этот период мы могли с вами заключить договор со страховой компанией, что вот мы страхуемся на цену, там, что есть, допустим, цена в 40 долларов за баррель, к примеру. И эта страховка покрывает нас в том случае, если цена на нефть, на нашу продаваемую нефть, она будет ниже 40. То есть, сейчас цена 33, вот страховая компания берет на себя риск, что вот эту разницу они будут выплачивать. Дело в том, что когда высокие цены на нефть и особо не прогнозируется вот такой критический спад, стоимость и спрос на вот такие страховки, на вот такие производные финансовые инструменты, он достаточно низок. Ну, все видят хорошие цены, все супер идет, нефть качается. Зачем думать о том, что будет 40 долларов за баррель, когда сейчас там 75? Но крупные единые компании или те компании, которые уже обжигались вот на различных таких колебаниях, они к таким страховкам прибегают. И, как правило, вот эти страховки, они действуют там, ну, на период полгода, год. Ну, больше года обычно страховые компании не берутся вот прогнозировать, да. При этом, естественно, вот эта стоимость страховки, она, если у вас там свыше 40 долларов за баррель, вы просто платите деньги за то, что вы заключили в этот соглашение. Ну, то есть, вот такой механизм, да. Если ниже 40, вам будут платить, если выше 40, то вы будете сами доплачивать за эту страховку, либо вы ее, там, купили за хорошую сумму в самом начале. Вот такие страховые вещи, они достаточно развиты, так скажем, на Западе, да, в западных странах. И вот сейчас, ну, естественно, достоверные статистики о том, сколько компаний вот такими способами хеджировали свои риски, да, сейчас таких, такой информации нет. Может быть, она появится чуть позже, в каком-то таком разрозненном виде. Мы ее также посмотрим, и также на Atomic & Business вам эти цифры скажем. Но я думаю, что сейчас вот большинство компаний, они прибегают вот к таким мерам снижения своих рисков. И я думаю, что сейчас вот на такие страховки сейчас большой спрос. И несмотря на то, что вот есть колебания цен, я думаю, что сейчас нефтяные компании, в принципе, вот этот кризис, они могут пережить. Вторая половина этого вопроса, это не нефтедобывающие компании, а сами страны, которые зависят от добычи нефти. То есть здесь следует различать, да, например, в Саудовской Аравии себестоимость нефтедобычи, она в районе 7 долларов за баррель. При этом нужно понимать, что у них вот там под рукой Персидский залив и морской вид транспорта или морские танкеры в любую точку света, в любую точку мира, да. Но при этом 7 долларов за баррель, казалось бы, это там отличная цифра. Но при этом бездефицитный бюджет для Саудовской Аравии, государственный бюджет, он там порядка, он выше 80 долларов за баррель. То есть, чтобы вот их государство нормально функционировало, они также инвестировали в какие-то свои новые проекты, чтобы они вот обеспечивали там льготные цены, и так далее, и так далее. Вот чтобы все вот это функционировало, были высокие зарплаты и так далее, им нужна цена там для бюджета больше 80 долларов за баррель. То есть, две стороны. Есть нефтедобывающие компании, которые в принципе гибкие, и есть вторая сторона, это нефтедобывающие страны, которые от цен на нефть зависят очень сильно, ну, в том числе и Казахстан. Ну, я думаю, что в целом сейчас вот эта неделя, она будет на таких тревожных нотках. Непонятно, о чем будут говорить и как будут договариваться страны ОПЕК, будет ли новое соглашение ОПЕК+, с новыми странами. Ну, и как правило, я в принципе был удивлен, что они перенесли вот это заседание на четверг. Сейчас по традиции страны ОПЕК, вот важные какие-то свои совещания, важные какие-то такие сообщения, месседжи, да, они производят уже обычно выходные дни, когда мировые биржи не работают. Это сделано для того, чтобы минимизировать всякие спекуляции и так далее. То есть даже если они в четверг начнут заседать, я думаю, что в пятницу либо вечером, либо в субботу днем, наверное, какой-то будет официальный релиз, какая-то официальная позиция, если они чего-то достигнут, да. И вот эта неделя, конечно, будет под таким очень таким внимательным-внимательным прицелом всех, кто следит за нефтяными ценами. Ну, естественно, мы об этом всем расскажем вам, проанализируем. Это была программа «Вайдельдинов.нефть». Я напоминаю, что вы можете смотреть наши выпуски на официальных страницах в социальных сетях, на нашем официальном сайте InBusiness.kz. Новости и различную аналитику можно смотреть в официальном телеграм-канале. Увидимся на этой неделе и обсудим, что происходит на нефтяных рынках, чего ждать Казахстану, какие есть риски. До новых встреч!